Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Полтора года живу вместе с девушкой, снимаем квартиру в последнее время, она постоянно намекает на регистрацию в отношении, я не понимаю зачем это мне. Когда спрашиваю у неё, она бесится. Скажите мне, пожалуйста, для чего регистрация, ведь у нас сейчас всё хорошо. Итак, ну вообще говоря, можно только гадать, для чего ваша девушка нужна регистрация в отношении. Мотиваций здесь может быть очень много. От самых очевидных до довольно индивидуальных, которые можно только предполагать и так далее. Я бы сказал следующее. Что, во-первых, между вами почему-то нет доверительных отношений, при которых девушка могла бы прямо сказать, что ей нужно. Это первое. То есть я бы здесь в первую очередь занялся бы коррекцией коммуникации, вот, и переведение её в более такое бесконфликтное русло. Это первое. И второе. Как вы, сами вы, воспринимаете то, что девушке нужна регистрация в отношении. Вот. Не так абсолютно для меня важно, хорошо это для вас, или это плохо для вас. Мне в этом смысле, меня это не интересует в данном случае. Меня интересует скорее, ну, вот, такой, знаете, момент. Как вы к этому относитесь? Вот. Как вы это воспринимаете? И самое, пожалуй, главное, самое, самое, самое главное, это то, как вы относитесь к тому, что для вашей девушки это важно. Вот. То есть, ну, вот, если она этого просит, если она это просит, значит, для неё это важно. Если для неё это важно, значит, ну, как бы, вот, имеет для неё это значение. И вот как вы относитесь к тому, что для неё это имеет значение? вне зависимости от того, для чего ей это. Вот. И вот тут же мы можем говорить про вас, понимаете? Мы можем говорить о том, что это для вас, мы можем говорить о том, как вы к этому относитесь, мы можем говорить о том, быть может, что чего-то боитесь вы, а не она. То, что она бесится, это, конечно, не хорошо, но это выдает только то, как я и сказал, что между вами нет контакта, к сожалению. А можно ли это скорректировать? Да, для этого вам нужно изменить модель поведения. Модель поведения, точнее. Вот. Это поможет сделать психолог. Вот. Но перед этим вам нужно разобраться именно в своих чувствах. Перед этим вам нужно рассмотреть свои чувства. Перед этим вам нужно поисследовать, что вы чувствуете и как вы на это реагируете. И после этого, я думаю, по крайней мере, после этого уже можно будет как-то девушке об этом, ну, например, сказать, да. То есть как-то вот просто поставить ее в известность. Относительно того, как вы относитесь вот к этой истории. К ее вот такому, ну, к ее желанию такому, к ее, как бы разговорам и так далее. Вот. Я здесь в данном случае специально, специально избегаю говорить о том, для чего эта девушка. Потому что этот третий человек, это третье лицо, мы третьих лиц не обсуждаем. В, ну, психологии, да, мы не обсуждаем третьих лиц. Мы обсуждаем только тех людей, которые к нам обратились. В данном случае и вас. Вот. Так нам приписывает это делать профессиональная этика. Поэтому, надеюсь, вы относитесь к этому с пониманием. Вот. Как-то, как-то так. Конечно, вызывает вопрос тот факт, например, что девушка ваша, да, ну, как бы, девушка ваша. А для чего ей, как бы, вот, ну, регистрация, вы не знаете. То есть, получается, что? Получается, что вы свою девушку не знаете. Получается, что вы не знаете свою девушку и спрашиваете у нас, а вот, как мы, ну, как знаем ее мы. Вот. Ну, это, повторюсь, это выдает только то, что вы, опять же, возможно, не до конца интересуетесь своей девушкой. То есть, ну, недостаточно интересует своей девушке для того, чтобы знать для чего ей это. Хотя, исходя из того, что вы не знаете, я думаю, что совершенно ничего не стоит, да, вот, ну, как-то предположить, например, вот, и сделать какие-то выводы просто, ну, просто оправить на то, что для нее важно. Вот. Ну, к примеру, если она человек семейный, да, если у нее семейные ценности, то регистрация это имеет, ну, одно значение. Если она не семейный человек, не семейный человек, да, вот, то регистрация имеет другие ценности. Вот. Ну, в смысле, другую направлю. Вот. Поэтому я думаю, что вот вам нужно в этом смысле, вот, именно в этом направлении, пожалуйста, то поразмыслить. Вот. И я думаю, что ответ придет, ответ придется, ну, ответ придется сам собой. Вот. Я не думаю, что это очень будет сложно. Вот. А разобраться в себе вам поможет именно вот психолог и разобраться в себе и лучше понять вообще, что происходит и как на это реагировать. Вот. Я думаю, что как-то так мог бы ответить вам на ваш вопрос, который вы задаете именно с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии и с точки зрения профессионального опыта своего. На этом все. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. поможет вам сформулировать базовые постилаты для психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь за помощью, он вам пригодится. Бригадир. 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 Бригадир.